Девушки отдыхают На Донецком направлении до тишины далеко, но интенсивность огня боевики несколько снизили. Хотя продолжают бить по позициям наших военных со ствольной артиллерии, танков и минометов. А днем они в очередной раз помешали ремонтникам восстановить электроснабжение Авдеевки. Что происходит в самом городе Игоря Чоли в Авдеевской промзоне, расскажет Ирина Баглай. Вот там все время зарево стреляют, ракеты летят на парашютах, одна за одной. Поднялась и на месте, потом начинает опускаться, а за ней вторая. Выпуская осветительные мины, боевики одновременно с беспилотника корректируют огонь своей артиллерии. И уже через минуту слышны разрывы снарядов недалеко от позиций наших военных. Уже пятые сутки 72-я механизированная бригада успешно отбивает атаки противника и держит рубеж. Сегодня прилетело больше 40 снарядов. В среднем каждый день это 5-6 атак пехотой на моей позиции. Под непрекращающийся обстрел. По нашей информации каждый день, начиная с 29-го и заканчивая третьим числом, каждый день до 20 атак артиллерии. Этой ночью наемники снова направили свои минометы на жилые дома. Мина попала между этажами, разрушила стену подъезда, задела и квартиры. Их жителям повезло, что снаряд упал со стороны кухни. Как бахнуло, прямо искрой, как пошли, такое вот зарево. И посыпалось на меня, ну с потолка. А если уже не раздеваюсь, то что каждый день такое, что надо выскакивать. Сегодня пострадала эта пятиэтажка. Всего же, подсчитали военно-гражданская администрация, за пять суток разрушены 22 квартиры. Но больше всего досталось частному сектору. Ракеты, града и снаряды разбили 144 дома. И если коммунальное жилье уже начинают ремонтировать, то частный сектор рассчитывает только на волонтеров. Он восстанавливается только за счет того, что привозится гуманитарный документ. Это так, как и я. Потому что законодательство так побудовано, что в принципе туда залучать государственные деньги, нет пока никакой возможности. Днем почти тихо. Ремонтным бригадам все же удалось добраться до места аварии на электролинии в зоне обстрела. В присутствии патрулей ОБСЕ саперы смогли начать осмотр и разминирование этих участков. Пока же город по-прежнему обесточен. Но воду и тепло в квартиры подают. В Авдеевке надеются, что обстрелы прекратятся, а власти прогнозируют, что уже в понедельник дети смогут вернуться к полноценному обучению. Пока же в городе работают две школы. Вчера на уроки пришли около 300 детей. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. Подробности. Телеканал Интер. Раненых в Авдеевке почти круглосуточно принимает медучреждение Днепра. За последние сутки в больницу имени Мечникова привезли еще шестерых. Каковы прогнозы врачей и что рассказывают бойцы о происходящем в городе? С подробностями Елена Миндалюк. Дмитрия Третьейки на санавиации доставили в больницу имени Мечникова. Сотрудник ГСЧС был тяжело ранен в Авдеевке. Когда начался очередной прицельный обстрел, Дмитрий как раз был в пункте раздачи гуманитарной помощи. Снаряд разорвался совсем рядом. В глазах видел, как разорвался снаряд. И, соответственно, получил удар в живот. Было 9 часов, людей было мало. Насколько мне сейчас сообщили, погибло 2 человека. Меня, я так понимаю, вы тоже похоронили. Мне здесь врачи сказали, что реаниматолог это такой врач, который расклеивает пласты. Медики в Днепре провели сложную операцию. Дмитрий уже пришел в сознание. Но врачи по-прежнему не делают никаких прогнозов, пока его состояние не стабилизируется. Сейчас к операции готовят Виктора. Военнослужащий держал оборону в Авдеевке, когда к нему прямо в руки прилетела мина. Говорит, рядом было 6 бойцов. Осколками зацепило еще двоих. Виктор в зоне АТО около двух лет. До этого играл в духовом оркестре. Надеется, что врачи спасут ему руки и он снова сможет играть. Медики обещают сделать все возможное. У него очень серьезное повреждение и осколочное ранение в области правого плеча, с которым сегодня будут работать врачи-травматологи и хирурги. За последние сутки в больницу Мечникова привезли 6 раненых из очень тяжелых в отделении реанимации. Трое бойцов. Елена Медрюк, Евгений Конецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр. Активизировались боевики на Мариупольском направлении. Второй день под обстрелами градов Сартана. В секторе М сейчас находится наш корреспондент Руслан Смещук. У него знаем последние новости. Руслан, добрый вечер. Расскажи о ситуации в районе Мариуполя. Есть ли пострадавшая? И насколько масштабны разрушения? Приветствую, Татьяна. На данный момент на Мариупольском направлении стойкая эскалация боевых действий дошла даже до применения боевиками систем залпового огня. Так под грады попал поселок Сартана. По сути, это пригород Мариуполя. Ракеты там взрывались прямо посреди домов и дворов мирных жителей. В результате обстрела пострадало порядка 20 домостроений разного характера повреждения. Одни из них это прямые попадания в дома, это два дома. А остальные 18 домов это осколочные попадания, разбиты стекла, побит шифер. Пострадавших не было, слава богу, все благополучно. У нас осталось на сегодня по окнам и дверям 6, сейчас только осталось всего 6 домов из 22. И по кровлям у нас осталось 2 дома. До Нового года Сартана считалась таким себе тылом, знаете, можно даже сказать глубоким тылом, без серьезных воинских укреплений и позиций, безопасным и относительно тихим местом, насколько вообще может быть безопасно и тихо в прифронтовой зоне. Ну вот поселок уже второй раз под огнем градов, которые бьют со стороны оккупированного Коминтерного. Здесь нет никаких воинских частей, подразделений каких-либо полиции, национальной гвардии. Однако вторую ночь подряд этот населенный пункт страдает именно от обстрелов боевиков со стороны Коминтерного. В некоторые дома снаряды попадали по несколько раз подряд. Вот мы сегодня общались с одной из таких семей. Вокруг там воронки, в доме отсутствуют все окна, их заменили целлофаном. Это в условиях зимы и холодов. Пострадавшие рассказали нам, что отправят своих детей к родственникам, там более безопасно, а сами останутся в обстрелянном доме. Только заглянул, а тут как бабахнет такая ударная волна, я говорю, все, это мне конец уже в десятый раз. За сутки дважды, утром 5.05, 5.05 утром, это 3-го числа, и в 23.05. Все рамы абсолютно, он вынес, все стоят, вынесла рамы. Не стекла побивала, рамы повыносила. Здесь все, там собаку убила, причилок, вот это все гараж. Туалет снесло, душ перевернуло, не знаю бог знает куда. Мы были, ну, в такое время уже собирались ложиться спать. Ну вот чудом только никого не убило. И такие последние новости из огненного при Азове и мариупольского направления. Татьяна. Спасибо, Руслан. На прямой связи со студией из сектора М был Руслан Смещук. Глава дипломатического ведомства Евросоюза в ближайшие недели встретится с министром иностранных дел России. Об этом Федерико Магерини и Сергей Лавров договорились во время телефонного разговора. Среди тем, которые собираются обсудить, и эскалация конфликта на Донбассе. О чем еще пойдет речь на переговорах, ни в Брюсселе, ни в Москве пока не разглашают. А сегодня около полуночи состоится телефонный разговор между президентами Украины и Шан. Информация об этом сначала появилась на сайте Белого дома. Сообщалось, что беседа Петра Порошенко и Дональда Трампа намечена на 16.45 по Вашингтону. Это без четверти 12 по Киеву. Американский лидер будет говорить из своего дома Маралага во Флориде. Чуть позже информацию о телефонном разговоре подтвердили в администрации украинского президента. Что обсудят главы государств не уточняется. Я напомню, ранее Порошенко анонсировал и встречу с Трампом, но конкретная дата пока неизвестна. А в самих Соединенных Штатах суды и протесты все из-за миграционных указов Трампа. Я напомню, что он распорядился не впускать в страну мусульман. Под запрет попала и маленькая Фатима из Ирана. Она нуждается в срочной операции на сердце и американские специалисты готовы ее провести. Но въезд в Америку для ребенка закрыт. Как спасти четырехмесячную Фатиму? Материал наших корреспондентов. Эту историю вовсю обсуждают в американском конгрессе. В зале даже установили портрет четырехмесячной Фатимы. Без операции малышке не выжить. Но она гражданка Ирана. И согласно указу Трампа, Фатиме нельзя в Америку. Не знаю, о чем думал президент, когда подписывал указ, но точно не об этой малышке, Фатиме. Вряд ли станет более безопасно, если четырехмесячного ребенка не впускать в США. Жизнь девочки на волоске, и эта ситуация просто вредит имиджу США во всем мире. Сейчас люди из моего офиса помогут девочке, но то, что произошло, это позор. Накануне родной для Фатимы Иран и Соединенные Штаты серьезно рассорились. Вашингтон ввел санкции против Тегерана из-за ядерных испытаний, запрещенных ООН. Глава Пентагона Джеймс Мэттис во время визита в Токио предъявил Ирану еще более серьезные обвинения. Что касается проблемы Ирана, то это государство является одним из главных спонсоров мирового терроризма. Нам необходимо объяснить это Тегерану. Наша власть показала свою политическую зрелость в вопросах внутренней и международной политики. Сравните то, как ведут себя другие страны. Это может быть большое государство, но поведение ее политиков свидетельствует о незрелости. Против Дональда Трампа получились не только мусульманские страны, но и мусульмане в США. Это протесты в Нью-Йоркском аэропорту Джона Кеннеди. Сейчас моя мать в другой стране, у нее есть грин-карта США, но правительственное распоряжение, которое касается обладателей грин-карт, уже очень размыто. Поэтому наша семья переживает, сможет ли она вернуться. Сегодня Федеральный суд в Сиэтле приостановил действия указа президента о запрете въезда в США гражданам из семи мусульманских стран. Это решение имеет огромное значение для правового государства. Сегодняшний вердикт судьи – Конституция США в действии. Эта победа, очевидно, временная. Трамп уже написал в Твиттере – отменит решение суда в Сиэтле. То же самое будет с вердиктом Федерального суда в Детройте. Его вынесли ранее. Тем временем акции против Трампа давно выплеснулись за пределы Америки. Около тысячи человек провели пикет на улицах Сиднея. Требовали от президента США отменить антимигрантские указы. Многотысячный марш прошел в центре Лондона. Требования те же. Демонстранты несли плакаты «Трамп и сломофоб». Людмила Панасюк, подробности, телеканал «Интер». Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен объявила о начале своей президентской кампании. Среди предвыборных обещаний снижение пенсионного возраста, увеличение социальных пособий, отказ от зоны евро и введение налогов для иностранных работников. Кроме того, Ле Пен хочет построить больше тюрем. По данным последних опросов, у нее высокие шансы на победу в первом туре. Но уже во втором, уверены эксперты, Ле Пен ждет провал. Ранее в гонке лидировал бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон. Но из-за скандала вокруг семьи политика на первое место вырвался экс-министр экономики Эммануэль Макрон. Ему прочат 66% поддержки. Одного из ключевых фигурантов пресловутых схем Курченко задержали сотрудники СБУ в Днепре. Как сообщил на своей странице в фейсбуке генпрокурор, это человек по фамилии Костюк. Имя задержанного Юрия Луценко не назвал, но по информации наших журналистов, его зовут Алексей. В ГПУ уверены, Костюк лично организовал и координировал одну из крупнейших афер беглого олигарха. Схема заключалась в следующем. На Одесские НПЗ и за границей поставляли тонны нефтепродуктов. По документам, якобы для реэкспорта. На самом же деле, никуда ничего не отправляли, а продавали внутри страны. Следователи подсчитали, что Костюк по такому фиктивному транзиту провел 800 тысяч тонн топлива. А сумма убытков от недополученных налогов составляет 1,2 млрд грн. Выйти на организатора в этой афере, по словам Луценко, удалось благодаря показаниям одесских таможенников. Они тоже участвовали в схеме и были задержаны в Одессе 2 февраля. Сейчас Костюк находится под стражей, но по решению Приморского райсуда Одессы он может выйти под залог в 20 млн грн. Двери СИЗО вполне могут распахнуться для высокопоставленного чиновника НБУ Сергея Шацкого, если он несет 800 тысяч грн. залога. Таков вердикт Печерского райсуда. Трех сообщников Шацкого судей отправили под домашний арест. Я напомню, что накануне их задержали на горячем при получении 25 тысяч долларов. Это была вторая часть взятки, а всего, по данным следователей ГПУ, директор департамента Назбанка требовало 35 тысяч за регистрацию платежной системы. Работал через посредников, всем участникам схемы грозит до 12 лет тюрьмы. В Черкассах волонтерский центр пытаются выжить из помещения. Весной 2014 года чиновники отдали неизвестной общественной организации в аренду здания, в котором уже находился волонтерский центр. О чем активисты узнали только спустя два года, когда энергетики за долги отключили свет в помещении. Об этой истории Интер уже рассказывал, но сейчас появились новые подробности, о какие именно, расскажет Станислав Кухарчук. Людмила Ивановна вплетает камуфляжные ленты в будущую маскировочную сеть для БМП. Признается, работа не из легких. Война. Война. Не для всех, правда, война. Что, больше не тянете? Для нас война. Более, чем смотрят, как гинут наши хлопцы. Молодые. Замолень много. Либо стягиваем, справляемся с этим. Еженедельно отсюда, из самого центра Черкасс, на передовую отправляют по 7-8 маскировочных сетей. Но рабочих рук катастрофически не хватает. Да и времени, чтобы изготовить сеть, не так уж и много. Только световой день. В здании еще весной отключили электричество. За долги. А у нас нет, они садятся, а кому рядом. Подъявится, но все, уверенно, уже. За должность перед энергетиками волонтеры готовы погасить, но юридически сделать этого не могут. Как оказалось, двухэтажное здание у горосполкома еще с апреля 2014-го официально арендует общественная организация Лига Здоровой Нации. Почти за три года работы здесь, в помещении, представителей Лиги волонтеры ни разу не видели. А добиться исчерпывающего ответа от различных инстанций активистам не удалось. Подписки были такие, что есть арендовец, который должен общаться. Директор департамента экономики горосполкома уверяет, общественная организация исправно платит ежемесячную аренду 15 тысяч гривен. Что касается коммунальных долгов, предложила обратиться к представителям Лиги Здоровой Нации. И адрес, и номер телефона назвала. И у тебя адреса, Тараскова 5, квартира 49, за эту адресу мы коллистуемся. Да, мне кажется, садимся. В квартире 49 по указанному адресу о Лиге Здоровой Нации знают только из писем счастья от департамента экономики. Пенсионерам Фещенко они начали приходить два года назад. Последнее прислали накануне. На сегодня вам и порушивается договорный обовязк. Просто не попросите сумму 67 тысяч. Бор на аренде, платье и прочее. Директор департамента. В договоре аренды есть и другие контакты организации. Звоним по номеру мобильного телефона. Но мужчина, ответивший на звонок, едва вспомнил, что именно он учредитель Лиги Здоровой Нации. Ну так звоните тогда Максиму, этому как его, Леонидовичу Жак-Ульцам, ищите его номер телефона. А вы же скажите, с чего вы заснованных. Так заснованных, даже не управляющих, не знаю, что там там, что он управляет. Координатор волонтерского центра уверен, арендатор их помещения, лицо подставное. Здание уже давно готовили к приватизации. Ситуация трошки дивна. С ним рухов никаких нема. Но вот эта вот мовчанка с обоих сторон. И как бы такое посылание на закон. У нас схоже просто на какую-то войну за примечением. Волонтеры сдаваться не собираются. Договор аренды между городом и Лигой Здоровой Нации истекает в 2018 году. И тогда у волонтерского центра появится шанс взять здание в аренду. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкассы. Черкасский полигон – новая цель путешествия львовского мусора. Но доехать до свалки двум 20-тонным фурам помешал гололед. В 30 километрах от полигона одна из машин съехала в кювет. И все содержимое высыпалось прямо на обочину. Водители утверждают, что якобы не знали, где будут разгружаться. Однако в накладных четко указан маршрут Львов-Черкассы. Местным властям о грузе ничего не известно. Полиция задержала водителей фур до окончания проверки. У вас кинцевая точка – это Черкасса была, да? Но она постоянно может изменяться. Наша компания – как перевизник. Она нанята – как перевизник. А то, что выгружает свет, и то, что принимает, нет договора. Время проверки было установлено, что в городе Черкассы ни одна площадка не ожидала данный мусор на приемку, на утилизацию или на сохранение. Данный факт был внесен до единого облика Золотонийского отдела полиции. И проводим по данному факту проверку. Продолжение следует... Горно-химического предприятия. Окончательное решение Горсовет примет через две недели. В Николаеве задержан начальник райотдела полиции. Личный внедорожник подполковника Николая Калачева патрульные остановили в центре города. Во время беседы почувствовали сильный запах алкоголя. Однако алкотест на драгере глава райотдела на месте проходить отказался. Сдать кровь для анализа согласился только в больнице. Сам Калачев отрицает, что употреблял спиртное. Но врачи утверждают, налицо явные признаки опьянения. Как удалось узнать местным журналистам, сегодня Калачев праздновал день рождения одного из своих подчиненных. А после отправился по делам. Патрульным подполковника сдали свои же, позвонив по телефону 102. Вот я сейчас с вами разговариваю, я как бы легкий запах спиртного слоя. Я могу сказать одно. Есть пройдение экспертизы, где будет четко сказано. Употреблял ли я или не употребляю? Визуальный признак алкогольного. Я все на пассею. Там есть алкогольный. Большая вода второй день заливает Закарпатьем. По словам спасателей, пик зимнего паводка был этой ночью. Какая сейчас ситуация в области? Удалось ли специалистам расчистить реки от ледяных заторов? Узнаем у Марины Коваль. Ледяной затор образовался прямо в центре Ужгорода под опорами пешеходного моста. Глыбы даже повредили одну из бетонных конструкций. Но, как уверяют спасатели, угрозы обрушения моста нет. И все же люди опасаются этого. Вражение и толщиной леда, и такой массой, которую нанесло. Смотрим, что даже место уничтожено. Там уже ломается место, и будет страшно ходить по нему. Река вышла из берегов и подтопила несколько десятков домов. Три из них просто рухнули. К счастью, обошлось без жертв. Люди успели покинуть жилище. Говорят, в некоторых зданиях уровень воды достигал полуметра. А на реках продолжает скапливаться лед. Один затор сегодня угрожал селам Перичинского района. Толщина глыб, по словам спасателей, и более 60 сантиметров. И подорвать их было непросто. Только под вечер, с пятой попытки, лед тронулся. На данный момент сделано уже четыре подрыва у трех районах области. Кроме закарпатских рятувальников, долучились еще и рятувальники из Ивано-Франківщины, Тернопільщины. В Перичинском районе подтоплений дворогосподарств нет. Там только остается затор с ледом. Предотвратить подтопление пытаются и в Мукачевском районе. Ликвидировать ледяной затор сегодня не удалось. Работы продолжат завтра. И самая свежая новость. В пресс-службе закарпатского губернатора Геннадия Москаля сообщили. Тем, кто лишился дома, областные власти выплатят компенсацию или обеспечат новым жильем. Сумма убытка в результате наводнения пока неизвестна. Чиновники говорят, что на подсчет уйдет несколько недель. Марина Ковальджури, Ковалев. Подробности телеканал Интер. Ужгород. В Киеве на паркинге полицейские обнаружили арсенал боеприпасов. Среди найденного гранаты, светошумовая ракета, дымовые шашки, почти две с половиной сотни патронов, два автомата Калашникова и запчасти к различному оружию. Информацию о тайнике силовики получили по оперативным каналам. Владелец арсенала пока не установлен. Полиция установила личность мужчины, который накануне напал на военных возле Лувра. Им оказался 29-летний гражданин Египта. Имя нападавшего не разглашают. В прокуратуре говорят, мужчина приехал в Париж из Дубая 26 января по туристической визе. Теперь правоохранители выясняют, действовал он самостоятельно или выполнял чьи-то инструкции. Сейчас возможный террорист находится в больнице. Во время задержания его серьезно ранили. Также пострадал один из полицейских. Сразу после нападения Лувр закрыли. Сейчас музей снова открыт для посетителей. Протесты зомби в Парагвайе, что требуют демонстранты. Как построить церковь из-за льда, расскажут словацкие мастера. И цветущие орхидеи в Париже. Как такое возможно в феврале? Смотрите наш обзор. Шри-Ланка отмечает День независимости. 69 лет назад страна отделилась от Великобритании. В столице Коломбо на набережной Гол Фейсгрин прошел тройной парад сухопутных войск, морских и военно-воздушных сил. Кстати, на оборонную сферу страна тратит больше 2,5% от ВВП. Это 54-й показатель в мире. На вооружении Шри-Ланки израильские и китайские самолеты и советские МиГ-27. А еще более 60 модернизированных танков Т-55. Что будет видеть перед собой машинист вакуумного поезда, наглядно продемонстрировала компания SpaceX. Камера установлена на тележке для прототипов поезду в испытательном тоннеле. Поэтому скорость небольшая и можно хорошо разглядеть, что там внутри. Проект вакуумного поезда представил Илон Маск в 2012 году. Предполагается, что скоростные поезда Гиперлуп будут перемещаться в специальных трубах с пониженным давлением со скоростью до 1200 км в час. Необычные протесты в Парагвае. Сотни людей нарядились в зомби и вышли на улицы столицы Асунсьон, чтобы выразить свое несогласие с политикой президента Арасио Кортеса. Зомби символизируют сторонников главы государства. Они требуют переизбрать Кортеса на новый президентский срок. Говорят, петицию в поддержку действующего главы государства подписали 300 тысяч парагвайцев. Противники Кортеса убежденные цифры вымышленные, а 300 тысяч подписантов это мертвые души. В парижской оранжереи расцвели орхидеи. Более тысячи видов. 95% из них тропические, но есть 160 видов, которые выращивают во Франции. Они любят влагу, растут на лугах и особо не нуждаются в теплом климате. Орхидея – один из наиболее популярных цветков на европейском рынке. В этом году на выставке ожидают около 30 тысяч парижан и туристов. Не меньше туристов приезжает посмотреть ледяную церковь в Словакии. Уникальное сооружение полностью создано из-за льда. Так называемая Татра Айс Темпл расположена высоко в горах. Для строительства храма использовались 720 блоков льда общим весом около 90 тонн. Строили почти месяц, работали 15 скульпторов. В центральной части алтаря фигура Девы Марии с младенцем Иисусом. Полностью выдержан стиль спишской готики. Церковь будет открыта, пока не растает. В Швеции спасли лося, который провалился под лед. Люди, живущие неподалеку, увидели, что животное в беде и пришли на помощь. Вооружившись топорами, встали на коньки. Лосю прорубили дорожку от полыньи к берегу. В итоге животное благополучно плавь выбралось со льдов и ушло в лес. Борьба за сантиметры. Британские женщины ополчились против каблуков, которые их заставляют носить на работу. Кто защитит прекрасных дам и имеют ли они право сами выбирать, что надеть, знает наш корреспондент Великобритании Оксана Кудеренко. Смотрите внимательно. В этом образе я выгляжу профессиональнее обычного. Все дело в них, в дополнительных сантиметрах. Дама на каблуках производит лучшие впечатления в деловой среде. Нет, это не аксиома. Всего лишь мнение одного из агентств по найму сотрудников в Лондоне. Николу Торп компания устроила работать на рецепцию, откуда девушку в первый же день выгнали без зарплаты. Все потому, что Никола пришла на работу в обуви, на плоской подошве и отказалась переобуваться. Дело было не в паре туфель. Дело в том, как на женщину смотрят на рабочем месте, как на нее оказывают давление и заставляют не просто выглядеть профессионально, но выглядеть привлекательно. Никола подготовила петицию, которую поддержали 150 тысяч человек, и на которую обратили внимание депутаты. Теперь выдвигают на рассмотрение парламента законопроект. Дискриминацию женщин на рабочем месте запретить. Каблуки, декольте, макияж только по собственному желанию. Это же просто здравый смысл. Носите обувь на плоской подошве, если вам так нравится. Никто не заставит вас ковылять на шпильках, если вы этого не хотите. Даже британскому премьеру каблуки не раз доставляли неприятности. Тереза Мэй известна своей любовью к экстравагантной обуви. Звериные принты, стразы, ее оригинальный стиль – лишь повод для шуток. На профессиональную деятельность не повлиял. Интересно, почему столько внимания к моим туфлям? Почему не рассматривают обувь Филиппа Хэммонда или Бориса Джонсона? Но жалею ли я? Ну нет, это же лишний повод покупать новые и новые. Сексистский дресс-код чреват последствиями для тех, у кого проблемы с позвоночником, артрит или банальная плоскостопие. Высокие каблуки им просто противопоказаны. А мини и тонкие колготки никого не согреют в холодную погоду. Вот женщины и взбунтовались. Это даже не феминизм, просто требование надлежащих условий труда. Наш эфир подходит к концу. Завтра мой коллега Алексей Ильихман подведет итоги последних 7 дней. Так что не пропустите подробности недели в 20.00. И вот в двух словах о чем пойдет речь. Неделя под огнем. Удастся ли спасти Авдеевку от гуманитарной катастрофы? И чем может закончиться эскалация военных действий на Востоке? Чужие среди своих. Почему на третьем году войны переселенцы с оккупированных территорий могут надеяться только на себя? Жертвы бюджетной ночи. По кому уже ударила главная смета страны? И будет ли проведена работа над бюджетными ошибками? Перекати поле по неволе. Что толкает украинцев на поиски лучшей доли на чужбине? И как много людей покидают и готовы покинуть страну? Это все, что мы успели вам рассказать сегодня. Больше новостей на нашем сайте. Подробности ее и приятного вам сегодня вечера. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok